Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 апреля и несмотря на то, что нас всех засыпало снегом, вот одновременно с борьбой с этими похолоданиями, я сейчас начинаю выращивать рассаду арбузов. Выращивание рассада арбузов никто не отменял, нужно делать это вовремя, чтобы получить полностью вывзросшие спелые плоды. Я уже зимой говорила, что многие даже не предполагают, что мы в сибирском регионе тоже можем вырастить, получить полностью спелый плод, такой вызревший, хороший, вкусный сахарный арбуз. Я выращиваю арбузы на протяжении долгого-долгого времени, но я сразу скажу, что я выращиваю в теплице, потому что это проще, уже в августе можно получить спелые плоды. И в открытом грунте, во-первых, ему места надо там много, ну вот когда вот так, просто по земле лежат плети, а в теплице он компактненько, так же по шпалере, как огурец выращиваю. Но я сейчас про выращивание не буду, я буду говорить именно о рассаде. Когда я зимой говорила о том, что вырастить в Сибири арбуз очень просто, я еще всем говорила, что для того, чтобы вырастить арбуз, нужно соблюдать несколько факторов. Это обязательно нужно внимательно подойти к выбору сорта. Потом всегда выращиваю рассаду, потому что при посеве, например, при открытом посеве в грунт, прямой посев в грунт, не всегда вызревают арбузы, многие сеют семенами без рассады. Да, сформировывается арбуз, да, он хорошо растет, но он всегда или бледно-розовый, у нас рано начинаются заморозки, поэтому я всем начинающим советую, если хотите получить на самом деле спелый хороший арбуз, вот такой с черными семечками, вот огонек прекрасно у нас получается. Лучше всего, конечно, вырастить рассаду, особенно если у вас нет теплицы. И вот по срокам, когда начинать выращивать рассаду, тут так же, как с огурцами, должен каждый внимательно обдумать, где он будет выращивать, в каком возрасте он хочет высадить рассаду. И даты у всех, у всех будут разные. Вот я взяла, например, одну пачку, тут написано. Посев семян на рассаду в средней полосе производят в конце апреля, в начале мая. То есть тоже вот такое понятие растяжимое, конец апреля, начало мая. Сегодня у нас 17 апреля, и у нас, кого интересует, я-то на лунный календарь не смотрю, но кого интересуют сроки по лунным календарям, то тут, смотрите, в лунном календаре, вот у нас арбузы дыни, в апреле всего лишь 16-17, то есть вчера и сегодня, и потом 29-30. Кто соблюдает лунный календарь, он должен решить, или в средине апреля он сеет, или в конце, разница в полмесяца. Сейчас расскажу, кому подойдет первый, вот сейчас срок, кому подойдет второй. Если вы будете выращивать в теплице, и в конце мая у вас есть возможность высадить вот эту рассаду месячную, то, конечно, вам лучше всего сеять сейчас, пока мы замочим семена, пока они проклюнутся, пока вы посеете, пока они взойдут, это примерно неделю мы прибавляем, это будет 25-е число. 25-го апреля они у вас зайдут, ну, примерно ориентировочно, значит, 25-го мая у вас будет месячная рассада, и вы ее высадите, так же, как с огурцами. Если вы хотите, например, если вы не хотите вот долго так мучиться с этой рассадой, ну, не мучиться, а ухаживать, ее же надо все-таки поливать, ее там где-то нужно ей освещение, то вам, конечно, проще тогда посеять, начинать выращивание рассады в конце апреля 30-го, тогда она только в начале мая у вас зайдет, и она, вы ее можете высадить в более раннем, ну, меньше вам, короче, придется за ней ухаживать, тут вы сами выбираете, или вы будете рассаду вести до месячного взрослого состояния, или вам достаточно, когда появится один настоящий листик, и опять же про сроки, или вы хотите получить пораньше спелый арбуз в августе, или вам все равно, когда он вызреет, можете до сентября, например, подождать, тогда, конечно, рассаду можно посеять очень поздно, можно посеять даже в этом, в мае, и она будет, ну, это естественно, чем раньше посеете, тем раньше получите урожай. Я сею вот так, в середине апреля, неделю даю на всхожесть, примерно 20-25-го появится первый всход, и 25-го мая я уже высажу их в теплицу, все. Про сам посев, про выращивание, делаю точно так же, как с огурцами. В ватных дисках, ну, конечно, каждый я вот подписываю, сейчас смочу эпином ватные диски, я вот как раз для опрыскивания рассады навела эпин по инструкции, положу туда семена арбузиков, так как я немного выращиваю, я в уголке теплицы высаживаю, я вот положу два семечка огонек, два семечка такого, два семечка такого, вот по два семечка всего у меня будет 10 семечек, например. И чем удобно вот такие ранние посевы в апреле, в крайнем случае, если семена подведут, и сейчас у меня вот этот первый посев не проклюнется или не взойдет, ну, что-то случится, тогда в конце апреля, ну, когда уже видно будет, что результат плачевный, потому что семена почти все покупные, тогда уже в конце апреля я попробую еще раз. Он будет чуть позже на две недели, ну, хотя бы я не опоздаю, потому что при позднем, когда поздно начинаешь выращивать рассаду, то когда семена не проклюнутся или не взойдут, то сам смысл выращивания рассады теряется. Потом второй раз уже посеять не успеваешь, приходится просто открытым посевом в грунт. Открытым посевом в грунт я тоже пробовала, у нас не вызревает, я живу в Сибирском регионе, Алтайский край, например, если просто в открытом грунте выращивать и посеять семечко в открытый грунт, это однозначно половина урожая не поспеет, будут зелеными. Мы раньше так всегда выращивали, когда я жила в деревне в детстве, раньше некогда было с арбузами заниматься, просто втыкали в луночки и все. И когда мы копали картошку в сентябре, один или два на кустике было спелых арбузов огонька, а остальные бледно-розовые. Но раньше это никого не расстраивало, потому что их выращивали для засола в бочках. Бочковой засол вот таких целых арбузиков. Все, наверное, помнят, что раньше так солили. То, что они были не спелые, никого не смущало, они были розовые, делали такой рассол, и потом зимой доставали, и все их съедали. Но сейчас-то я выращиваю не для засола, а для того, чтобы покушать спелый арбуз. Поэтому я стала выращивать через рассаду, чтобы пораньше мои арбузы созрели. Сейчас я выберу 5 тех сортов, которые мне нужны, замочу, и в следующем видео я расскажу, какие в этом году я выбрала для себя сорта, и почему. Сразу скажу, что половина, как всегда, так же, как огурцы, проверенных, надежных сортов, чтобы не отсадиться вообще без урожая, а половина новинок, которые мне расхвалили, которые мне посоветовали, которые хочется поэкспериментировать. Все это будет в другом видео, чтобы, например, кого не интересует, какие я сорта посадила, то этого достаточно. Все, я вот вам сказала, что я начинаю выращивать рассаду. Зачем я выращиваю? Потому что лето короткое, потому что без рассада ничего не вызревает. И обязательно нужно внимательно подойти к выбору сорта. Если вы живете в холодном регионе, нужно выбрать вот такие, желательно, холодостойкие, обязательно с коротким вегетационным периодом, или раннеспелые, или скороспелые, с длительным сроком, с огромными плодами, лучше не выбирать. Они у нас не вызревают. Даже если когда-то получится, вызреет удачное лето, например, жарко, тепло, долгая осень, теплая, но это не всегда. Всегда предполагайте, что лето будет не очень теплое, и что нам нужно получить спелые арбузы в любом случае. Значит, лучше выбрать скороспелый, с небольшими плодами.